Празднование Воздвижение Чеснага и Житворящего Креста Господня Это великий праздник Праздник 20-й Один из тех великих праздников, которые есть в течение года для православной церкви И этот праздник имеет своим основанием событие, которое произошло в 326 году Когда был обретен крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос Само почитание креста у христиан было издавна С самого первого века, еще с апостольских времен Апостол Павел говорил, что я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа Ну и в другом месте в Священописании есть слова его же о том, что Слово о кресте для погибающих еродства есть, а для нас спасаемых сила Божия Почему для погибающих крест еродства? Потому что те, кто распятал Христа, они не понимали, как можно поклоняться тому, кого не распяли Вот казнили человека казнью унизительной, какой распинали преступников, казнили А христиане почитают, почитают Иисуса Христа, верят в Его воскресенье Приходят на Голгофу, почитают крест И это язычникам было непонятно Многим сегодня не совсем понятно, почему крест так почитаем у христиан Ну да потому что крест это не просто орудие казни и смерти Это жертвенник, на котором Господь принес свою жертву Как известно, не жертва освящается жертвенником, а жертвенник освящается жертвой Вот такой жертвой, о которой говорили пророки еще издавна, за много веков до пришествия Христа и явился сам Господь Иисус Христос явился тем агнцем жертвенным, который и был принесен в жертву за грехи людей Кем принесен? Христом Кому принесен? Богу От лица кого? От лица человечества От лица человечества одним из потомков которого, падшего, совершившего человечества и стал Христос Он воплотил в себя Деву Марии для того, чтобы стать одним из нас Для того, чтобы стать сыном человеческим И вот на Голгофе происходит то событие, о котором задолго до Христа прозвращали пророки Что Мессия, Спаситель возьмет на себя грехи всего мира Будет как агнец жертвенный, который примет на себя грехи всего мира И кровь которого омоет грехи всего мира, грехи всего человечества И вот на кресте, на Голгофе это происходит И именно христиане понимают смысл этого события И поэтому для них крест не просто орудие казни Для них крест святыня, которая освящена кровью Спасителя Для них крест это схематическое, можно сказать, такое изображение распятого Христа То есть он растет руки крестообразно, как бы обнимая с собой все человечество Которое он принес спасение И вот в таком виде, в таком положении на кресте распят наш Спаситель И крест поэтому это всегда напоминание об этой жертве Христа Это с одной стороны напоминание о том, насколько греховен человек Что вот именно только такой жертвой можно было спасти человека от греха Но в то же время крест дает надежду на спасение для всех нас Крест является победой над смертью, победой над той злобой человеческой, которая распяла Христа Над теми человеческими грехами и пороками, которые руководили людьми, распинателями Людьми, которые казнили Христа такой, казалось, как им казалось, позорной смертью И вот эта, казалось бы, позорная смерть превратилась для Христа в славу Как Иосифа, который был прообразом Христа Его братья продали в Египет в виде раба Для того, чтобы вот и деньги получить за это И избавиться от него, они ему завидовали И вот в такое унизительное его положение поставить А Христа тоже предали И тоже за 30 серебряников он был предан И предан был такой унизительной, казалось бы, мучительной смерти Но как Иосиф в Египте возвысился, так и Христос крестом своим возвысился И, победив смерть, прославился именно вот этой своей крестной смертью и своим славным воскресением Поэтому христиане чтили образ креста еще с самой древности Еще первый век, второй век, катакомбы римские уже имеют настенные изображения креста Различные настенные изображения на христианскую тематику, в том числе и крест А антиохийский епископ Игнатий, которого еще знают под именем Игнатия Богоносца Он писал в своем послании к христианам города Эфес Он писал «Мой дух, прах, подножие креста» То есть мы видим и из древних, таких вот, конечно, редких, но все-таки имеющихся археологических данных Что крест всегда был в почитании у христиан И император Константин, который издал дикты о веротерапивности в 1313 году Который запретил гонения на христиан Он еще не сделал христианство государственной религии Но объявил просто о том, что гонения на любую религию, в том числе христианскую, запрещены Он особо читал крест Ибо ему было видение о том, что именно крестом он победил врагов И однажды, когда представила ему серьезная битва Важная очень битва для его политического будущего Он повелел на щитах своих вонов изобразить образ креста И вот и сам Константин относился так с благовением к кресту И его мать святая целица Елена Уже в то время, когда крест был обретен Она была престарелой старицей Они очень желали найти тот самый крест, на котором Господь был распят Но вместо Голгофа, это небольшой холм в пределах Иерусалима сейчас А в те времена, когда Господь был распад, это было место за границами города, за стеной городской Это место было утеряно В 1970 году Иерусалим был разрушен римлянами, специальными катками даже раскатан Для того, чтобы не оставить память о умятежном городе Это был конец, это был результат Первой Идийской войны Потом язычники на этом месте построили капище языческое, капище Венеры В 130 году император Адриан Иерусалим восстановил, но дал ему другое номинование Эля Капитолина И вот так в памяти христиан, в памяти вообще людей, живших там Место, где был распят Христос, было утеряно И вот лишь в 326 году, когда Константин снарядил экспедицию на Святую Землю Для того, чтобы разыскать это место Царица Елена, она отправилась вот с этой миссией на Святую Землю И лишь в 326 году, с большим трудом, проведя обширные раскопки Место распятия Спасителя было найдено Были найдены и три креста Как известно, Христос был распят среди разбойников Все они втроем были распяты на крестах И было неясно, какой крест тот, на котором Христос был распят И патриарх Иерусалимский Макарий, и народ, и духовенство молились об этом Чтобы Господь подал знамение И такое знамение Господь подал в виде того, что одна больная женщина Страдающая тяжким недугом была исцелена, когда ее синили этим крестом Крест тогда подняли, взяли Его воздвигли вверх, духовенство подняло над головами Его поливали водой, его надо было мыть И вот это событие, когда крест поднимали, чтобы весь народ видел это событие Мог поклониться этому кресту, молитвенно почтить крест Это событие и вспоминается в день воздвижения креста, который церковь празднует, совершает как праздник Накануне на всенашном денье духовенство берет крест, подымает его И весь народ, весь хор поет те самые слова, которые произносили И тогда приобретение креста Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй В дальнейшем Господь подал еще и другие знамени, того, что это именно крест Христов Когда крест несли уже с почитанием на то место, где он должен быть водворен То духовенство, крестный ход и народ встретили похоронную процессию Несли умершего человека И было решено и здесь у Господа спросить какого-то знамени И крест возложили на умершего, и умерший ожил Это было чудо воскресения, это было такое чудо, уже которое явно, однозначно показывало Что тот крест, который обрели на раскопанной Голгофе, именно тот крест является крестом Христовым Вот с тех пор и совершается этот праздник, который мы называем воздвижнее Честного Гриста Христа То есть воздвижнее, его поднимали вверх, его воздвигли Его опять явили христианскому миру для почитания, для молитвенного поклонения Сегодня мы знаем, что христиане употребляют знамени креста Для того, чтобы обозначить святость того предмета, который посвящен Богу Например, храм, храм Господень, и он непременно знаменуется крестом На куполе любого храма православного является крест Если мы печатаем книгу Евангелия, Библия, непременно на этой книге будет крест изображен Потому что эта книга, эта святая книга, это тоже относится к нашему Господу Христианин, который крещен во имя Христова, который носит христианское имя Который запечатлен даром Духа Святого, тоже на себе носит крест Потому что он Христов, он принадлежит Господу, он посвящен Господу И все, что мы желаем осветить, будь то вода, или наши трапезы, или наши детей, которые мы благословляем Мы тоже осеняем знаменем креста И этот крест мы полагаем на себя по имя Отца и Сына и Святаго Духа И почитание креста, которое возникло еще с момента раннего христианской истории И до наших дней, всегда было не прекращалось И будет до скончания века, потому что знамение креста, это знамение Господа нашего, Иисуса Христа И в Священном Писании есть указание на то, что когда Иисус Христос, Спаситель, явится для второго страшного пришествия Когда будет страшный суд, вернее, второго пришествия, когда будет страшный суд То в момент его явления, перед его явлением, на небе явится знамение Иисуса Христа То есть, как мы понимаем, это будет знамение креста Вот таково содержание праздника воздвижения Житовича Креста Господня И этот день в церкви пространство считается постным Это праздник, но день постный, потому что все-таки наполняясь радостью при виде креста Радостью нашего спасения, надеждой наше спасение, которое крест ему дал Все-таки мы помним, почему это событие произошло Почему Господь принял на себя эту мучительскую смерть Почему Он стал этой жертвой За наши, дорогие братья и сестры, грехи Поэтому крест Господень, празднуя в честь креста, они призывают нас к покаянию Призывают нас к тому, чтобы мы свою жизнь исправили И если, как говорит апостол Павел, для него крест это распятие для жизни греховной То и для нас, конечно, крест это некий такой символ, который должен нас все-таки постоянно призывать к обновлению жизни И вот с этим праздником я вас, дорогие, сегодня хочу поздравить И призвать к обновлению этой жизни во Христе Иисусе Господе нашим Божественной и жертвящей честной силы креста Господня Субтитры создавал DimaTorzok